Привет, мои друзья! Мне приказали, рассказали, спросили поговорить о том, как избавиться от страха шмерти. Вообще, что с этим делать? Я много раз на эту тему говорил, так что давайте я повторюсь чуть-чуть. Значит, начнем с того, что есть два мистических, две мистических двери или ворот, ну по-английски gates, это более нейтральное слово, через которое мы уходим и приходим, приходим и уходим на самом деле, в зависимости от того, что вы считаете уходом, что приходом. Ну, значит, мы рождаемся через маму, через определенное место, через определенный процесс, и мы уходим из этого мира через тоже определенный процесс, через определенную дверь. Это смерть. Значит, я сказал одно очень интересное слово, называется «мистические ворота», «мистика». Что это такое? Что такое мистика? Ну, вы, наверное, знаете из моих книг, а если не знаете, покупайте. Я, кстати, ничего, если вы по-русски их читаете, я ничего с этого не имею. Вот, потрачено жуткое количество времени, почти 10 лет моей жизни, на эти две книги, которые продаются так себе. Я шибко на эту тему, честно говоря, не страдаю. Даже такой дурак, что я буду, напишу, надеюсь, третью книгу, я уже сто лет на эту тему говорю. Так, возвращаюсь насчет, что такое мистика. То есть, это какое-то секретное, тайное знание, которое очевидно тайное, потому что в этом мире большинство людей, практически 99,999999, как говорят, приблизительно 1 миллион человек знает об этом. Это очень интересная вещь, потому что мы биологически занимаемся не духовными вещами, а биологическими. То есть, родился, вырос, вырастание, то есть, как человек растет, это является развитием его эго, развитием его ума. Поэтому, например, тинейджеры, то есть, подростки, они начинают отделяться от своих родителей через свой ум. Я здесь, вы там, я хочу быть независимым. Вот все это игры человеческого ума. Потом мы начинаем, занимаемся определенным деянием, рождаем детей, и с точки зрения биологического вида, мы себя вперед, в прогресс распространяем. Вот, значит, а с точки зрения мистической тайны и духовной, то бишь, там есть другая сторона. То есть, надо спросить коронный вопрос, а кто, что, куда распространяет? Нет. Вот, естественно, что человек, который размножается через детей или через культуру, он сам прекрасно умирает. И поэтому никакого распространения конкретно вам, индивидуума, нет. Вот, значит, если мы начнем думать немножко глубже, то мы увидим, что есть такая штучка, называется душа человеческая. А что такое душа человеческая? Ну, это что-то там внутри нас, которое мы там чуть-чуть чуем, чувствуем, вот, которое имеет какое-то представление о чем-то, что можно чуть-чуть почувствовать, чуть-чуть почуять. Я только что-то сказал. Вот, и если на эту душу сконцентрироваться, внимательно на нее посмотреть, то есть понять, что все наши мысли – это является просто фигня, которая возникла вокруг этой души и вокруг биологического организма, вот, то тогда мы понимаем, что душа является частью чего-то, что никогда не умирает. И, соответственно, если мы хотим иметь бессмертие, то есть не умирать, и, соответственно, потеряем страх смерти физической, то тогда это путь. Значит, проблема с этим какая? Мы понимаем, что наша душа чудесная и прекрасная, но вокруг нее вот этот ум, вот это эго, оно создает огромное количество шума. Этот шум, он абсолютно никчемный, то есть он не ведет ни к чему интересному с точки зрения души. Но мы думаем, что он ведет к этому. Вот, поэтому все духовные процессы, они связаны с тем, чтобы понять, что наш ум, наше эго очень шумное и никчемное. Оно очень хорошее для того, чтобы платить счета, работать, так сказать, водить машину, писать поэзию. Кстати, поэзия – это немножко другая ситуация, поэзия находится на границе, и вообще все творческие дела находятся на границе между духовным и бездуховным. Вот. Такая вот ситуация. Так, я сейчас остановлю, это надо секунду, потому что я забыл, что я буду говорить. Продолжаем. Я посмотрел на мой iPad, и там было написано, что давайте посмотрим на культуры разные. Есть культуры, страны, народы, которые имеют какое-то представление культурное, то есть у них есть традиции, которые на эту тему говорят впрямую. Вот, например, у тибетцев, тибетский буддизм, у них даже есть книга по поводу перехода от жизни в смерть. Это та самая книга, я забыл, как она называется по-русски, но ее можно легко найти. То есть там есть прямые учения о том, как, когда человек становится близко к этому последнему моменту, который процесс, как через этот процесс проходить. Говоря очень просто, к нему нужно готовиться. Значит, в Индии, почему такое количество людей едет в Индию с духовными учениями? Они же туда идут не для того, чтобы заниматься, там, задницу себе чесать. Ну, такие тоже есть, конечно. Это самое. Дело в том, что там тоже, не так, как в тибетском буддизме, но, в принципе, там есть тоже учения, которые активны, то есть они работают. Вот. И они работают на культурном уровне. То есть, в принципе, и там, и там, если вы пойдете, ну, в какой-то там хороший, относительно хороший храм, который очень легко найти, то вас там могут научить много чему. Теперь пойдем в европейские страны. На что эти страны концентрируются? То есть, что для них является важным? Это, кстати, мой телевизор отключился. Поэтому это самое мигало. Чему нас учат? Значит, давайте начнем сзади. Атеисты и протестанты. Эти люди, они думают, что продолжать свой род, творить детей, создавать там машины, новые телефоны, это очень духовно и хорошо. Ничего в этом принципиально плохого нет, но эти люди, когда они занимаются переходом с одного состояния в другое, у них хорошего учения на эту тему нет. Поэтому, например, в Америке практически, ну, невозможно увидеть труп, практически на тему смерти практически никто не говорит, вот, и тщательно пытаются люди от себя скрыть факт, что они имеют конечную жизнь, которая окончается определенным образом, часто через болезни. Значит, если мы посмотрим на католиков, то у них чуть-чуть больше учения по этому поводу, ну, и у православных еще больше. Вот, я определенную религию просто оставлю в покое, потому что я, в принципе, ее хорошо не знаю. Вот, значит, главное здесь не в том, кто хорош, кто плох, совсем не в этом, а в том, что у вас должен быть определенный тренинг, то есть вы должны к этому готовиться заранее. И мудрые люди с детства понимают это, и можно формально готовиться к этому, но это будет, скажем, стать монахом в какой-то сибетской, так сказать, группе людей у меня. Рука за это самое, за... Устала держать телефон. Вот, значит, но я прекрасно понимаю, что моя аудиенция, то есть люди, которые смотрят мой канал, они не тибетцы и не индусы. Ну, да, может быть, очень-очень редким исключением. Вот, я имею в виду по национальности, а не по религии. И по религии, я думаю, что у меня много кто смотрит, которые связаны с Индией, слава богу. Вот, значит, какой тренинг можно на эту тему сделать? Ну, значит, номер один, нужно в лоб признать, что вы не знаете, как происходит этот транзит. Второе, вам, когда вы что-то не знаете, значит, вы можете это узнать. Как вы это можете узнать? Вы можете это узнать сами, что очень неэффективно, либо пойти к учителю, который знает, вот, и попытаться с этим человеком учиться. Значит, этот учитель, скорее всего, захочет, чтобы вы что-то делали, что-то не делали. Вот, вы должны быть готовы к тому, чтобы этому подчиниться, как врачам. Вот, значит, и тогда идет вопрос, сможете ли вы это или не сможете, такого же типа, как если вы поступаете в институт, и вам надо сдать экзамены перед поступлением, и чтобы закончить этот институт или университет, вам надо будет сдать, так сказать, выпускные экзамены, то есть отступительных экзаменов к выпускным экзаменам. Вот. Проблема только в том, что в институтах эти экзамены, их можно сдавать, ну, много раз, а вот экзамен шмерти вы будете сдавать один раз. Поэтому к нему нужно подготовиться так, чтобы была уверенность. Вот. Возвращаясь к вопросу о страхе смерти, когда есть страх смерти, значит, у вас уверенности по этому поводу нет. Вот. Поэтому у вас есть только один выход, как из этого выйти, страха. Это заняться тем, чтобы у вас эта уверенность появилась. Уверенность чего? Уверенность того, что вы не являетесь умом, не являетесь телом, не являетесь вашими эмоциями. То есть вам нужно полностью отсоединиться от ереси, которая является ощущением, что вы есть человек, вы есть женщина или мужчина, у вас есть жизнь, у вас есть смерть, и перейти полностью в отождествление, отождествление. Я могу выговорить, какой я молодец. Отождествление со своей душой. И это отождествление никак не может быть интеллектуальным. То есть это не должно быть какой-то там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вы говорите себе, там какие-то аффирмации вы говорите, что я не человек, я духовный, я душа, я часть Бога и все такое. Это все фигня. Вам нужно на самом деле стать частью Бога, на самом деле перейти туда. А это процесс длительный, минимум, я бы сказал, 2-3-4 года, но большинство людей требуется лет 20-30. Поэтому мудрые люди начинают рано. А если вы находитесь близко к смерти, то у вас ничего не остается, как начать сейчас. Пойдите в церковь, пойдите к тибетцам, а самое главное, расслабьтесь, распушите свой хвост, и танцуйте вместе с людьми, которые вас уверяют в том, что они что-то знают. Доверие-то хорошо, но проверить тоже немного. Что вы меня слушаете, я не понимаю. Ну, не важно. Распушите хвост.